Великий четверг, особый день для каждого из нас. Я вспоминаю свое детство, когда каждый год бабушка меня купала в Любысках, в травах перед школой. И сегодня я спускаюсь с второго этажа, говорю своей супруге, говорю, Людочка, я даже и забыл за это. Какое особое было такое у нас обычай, у бабули. Никакого отношения, конечно, с чистым четвергом не имел, но все же это развивало религиозные чувства и довело это все меня до алтаря. И сегодня такая особая служба была, когда, слава Богу, много людей причащалось. Не так, как в прошлом году с этим коронавирусом долбанным все разрушилось. И сегодня особый день, друзья, потому что вечером читаются страстные Евангелия. Сегодня не просто читаются Евангелия, а читаются такие тексты, поются такое, которое за весь год не происходит. Ни с чем не сравнится в Великий четверг. Пасха это особая служба, это особое торжество, это победа. Но Великий четверг это наши лучшие умы церкви придумали лучше. И тексты, и музыку. И сегодня в каждом храме, особенно в кафедральных соборах в Успенском, где будет служить владыка в Преображенском, где мы будем служить, будет петься такое, что перевернет ваше сознание. Поэтому обязательно придите в храм. Не может быть Пасха без Великого четверга вечером. Все думают, что только в пятницу утром совершается в Чино-Площанице, это самое главное. Великий четверг это мощь мощей. Поэтому обязательно посетите храм, друзья мои. И кто уважает меня, кто любит меня, обязательно посетите храм. Еще, друзья, мало кто знает, вчера послушал Осипова, уважаемого богослова, который объяснил наконец-то, кому принес жертву Христос. Друзья, жертву Христос думали, вот католиков есть учение, что Христос принес жертву своему отцу. И Осипов там разложил на атомы. Это учение неправильное. Оказывается, что жертву принес нам. Вот когда человек идет спасать в пожар, чем он жертвует? Он жертвует собой ради кого? Ради того человека, которого спасает. Поэтому спешите в храм сегодня, берите с собой огромные свечи, набирайтесь терпения, послушайте, помолитесь. И пускай вот это все пережить надо, вот эти страстные вещи, чтобы потом Пасха была Пасхой. И еще, друзья, хочу сказать, что заметьте, что погода знает, чья Пасха правильная. Смотрите, что на улице происходит. Нету тепла, пока не придет Пасха наша. Поздняя Пасха, поздняя весня, ранняя весна, ранняя Пасха. Друзья, помоги всем, Господь. Наближаются такие действия, такие святые, которые ждали мы целый год. Продолжение следует...